Цифровые технологии и особенности криптографии позволяют производить на свет миллионы различных токенов. У них разная цель и разная идея, но все они позволяют получать некоторую прибыль. В последнее время популярным подходом становится создание мем-токенов, которые приурочены к тем или иным событиям, которые пошатнули общество. Несмотря на их происхождение, многие мем-токены несут в себе огромный смысл и существуют ради великой цели. Сегодня мы поговорим об одном из представителей таких токенов. Представляем мем-проект SafeRalph Token. SafeRalph Token – это уникальный мем-токен, который способствует в решении ограничений, с которыми сталкивается рынок интеллектуальной собственности. Высокие требования к лицензированию, оформлению документов и прочие обязательства не все легко переносят. Проект предоставляет легкодоступную альтернативу, которая доступна каждому в несколько нажатий. Стремясь стать целой экосистемой DeFi, SafeRalph развивает и интегрирует множество инструментов и функций, включая собственные обменники. RalphSwap будет работать в сети BSC, а по мере развития – и в других сетях. RalphSwap – это современная площадка создания торговых пар, позволяющая размечать заказы и торговать криптовалютами без участия посредников. Торги происходят напрямую между участниками сделки посредством автоматизированных процессов. RalphSwap не ограничится простыми переводами, а будет иметь различные разделы и продукты, такие как размещение пула ликвидности, стейкинг, фарм и NFT-торговля. В общем, все, что необходимо современному криптоэнтузиасту. К слову, NFT-торговля набирает большие обороты. Учитывая это, RalphToken будет использоваться в качестве торговой валюты, что позволит каждому пользователю разместить свой NFT на продажу. Не обойдется и без токена управления. Здесь он имеет лаконичное название Carrot. Carrot – это токен управления проектом, который нацелен на развитие платформы как автономной экосистемы под управлением сообщества. Держатели Carrot смогут участвовать в голосовании по предложениям управления проектом, что со временем позволит перейти данному токену на децентрализованную структуру. Токеном можно будет легко оплатить необходимые сборы, а также обменивать его на любую валюту. Давайте посмотрим на токеномки у проекта. Общий объем токена составляет 1 квадриллион. Распределение происходит следующим образом. 50% уйдет на предпродажу токена. 3% распределится между некоммерческими организациями. 15% выделено на разработку проекта. 20% помогут обеспечить ликвидность. И 12% уйдут на поддержание маркетинга. Все говорят о том, что команда проекта всерьез решила построить самую безопасную и надежную децентрализованную экосистему. Миссия Safe Ralf Token – предложить безопасное место для торговли вашими ценными активами, при этом оставаясь конфиденциальным и децентрализованным, а также предоставить современные и эффективные инструменты для децентрализованных процессов принятия решений. Отметим, что проект намерен поддерживать благотворительные тенденции и использовать 3% своих токенов для помощи животным, подвергшимся жестокому обращению. Именно поэтому лицом токена является печально популярный кролик Ralf. Команда активно развивает свои социальные сети, где каждый пользователь сможет узнать о последних новостях проекта, а также не пропустить важнейшие события. Пользователи Twitter уже воспользовались своим преимуществом и поучаствовали в предпродажной активности, которая проходила с 3 по 6 июля. Рекомендуем вам следить за их социальными сетями, чтобы не пропустить еще больше крупных событий. Safe Ralf Token – довольно интересный и многообещающий проект, который всеми действиями показывает серьезный настрой и реально достигает поставленных целей. Во главе проекта стоит Роланда Паланса, который ведет проект к небывалым вершинам. Огромный опыт работы в криптопространстве дает свои плоды. Вскоре данный проект станет еще популярнее, поэтому стоит уже сейчас следить за ним и успевать приобрести токен по все еще доступной цене. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя на их официальный сайт, ссылка на который находится в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин